Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об основных проблемах, ну их вообще много этих проблем, но какие-то наиболее часто упоминаемые нашими зрителями, нашими подписчиками в вопросах, проблемах выращивания капусты. В прошлом году, в 2018 году, одна из основных проблем выращивания капусты была незавязываемость кочанов. Такая незавязываемость кочанов часто сопряжена с высокой температурой, которая нарушает всасывание кальция растениями. Это касается и томатов защищенного грунта, например, и капусты. Томат защищенного грунта, а также кабачки, например, и тыквы реагируют на повышенную температуру, но кабачки в большей степени, потому что когда созревает тыква, уже идет основной такой нарост плода, в этом случае уже температуры пониже, это вторая половина лета, а вот кабачки тоже страдают от недостатка кальция. У них возникает вершинная гниль у томатов и у кабачка на фоне достаточного количества кальция. А у капусты перестает образовываться нормально качан. И если это жара действительно, то необходимо предпринимать меры по охлаждению растений. Это должно быть достаточный полив, потому что самое главное, если влаги хватает в почве, то в отличие от того же томата или кабачка, у которых цветочки плохо испаряют влагу, не охлаждаются, у кабачка плоды не испаряют влагу, не охлаждаются, плохо охлаждаются, а вот у капусты, поскольку это качан, это листья, они испаряют влагу и даже в самую лютую жару могут сами себя охлаждать. Дотронетесь до листочка даже в сильную жару, он все равно холодный, поэтому если качан не собирается, а кальция хватает, это просто жара стоит страшная, надо как следует капусту поливать. Но помните, что резкие поливы капусты могут привести к растрескиванию качана, поэтому если почва у вас сухая в этом случае, поливы должны быть очень осторожными, очень равномерными. Но также помните, что поверхностный полив, он не очень-то помогает, потому что поверхностная корневая система, если формируется у капусты, то она впоследствии также очень сильно страдает от засухи. Надо, чтобы корень пророс внутрь, поэтому проливы должны быть достаточно основательными. Проковыряйте землю, если хотя бы на ладонь она уже промокла, значит ваш полив вполне достаточен. Если не хватает кальция, посмотрите наш выпуск на канале про цветок, что делать. Только не поливайте, пожалуйста, меловой водой, это абсолютно бесполезно. Используйте другие методы, которые мы изложили в нашем выпуске прошлого года. Он также хорошая профилактика и килы капусты. В этом году, в 2019-м, проблемой капусты является масса различных вредителей. Это и привычные нам капустные белянки, разные гусенички. Это и крестоцветная обложка, которая с весны никак не успокоится, и ест и ест капусты и другие крестоцветные овощи. Это и ставшая целой настоящей бедой в последнее время капустная моль, рапсовый мотылек, а обилие посева рапса вокруг наших приусадебных участков привело к тому, что этот вредитель размножился очень сильно. Он начинает нападать на капусту сразу же после высадки рассады, иногда полностью выедая центральную часть, точку роста, и качан не образуется и не может образоваться, потому что там этой точки роста попросту нет. Если же точка роста есть, и всё-таки качан начинает собираться, но листья в дырках, листья, никак эта листобложка оттуда не отстанет, никак гусеницы не уйдут и так далее, а качан уже собирается, уже опудривание золой, опудривание табачной пылью или их смесью, что, в общем-то, эффективно в начальном периоде роста, уже неприменимо, потому что эта зола вся попадёт внутрь качана. Очень не хочется обрабатывать нам наши посадки какими-то такими инсектицидами, которые тоже туда внутрь качана попадут, он же не вымоется, этот инсектицид, правда, из этих листьев. Ну, будет там разлагаться, будет там деградировать, но всё это плохо для... Мы и так этого наедимся из продукции супермаркета. Что же делать? На самом деле выход есть. Особенно если у вас небольшие участки капусты, ну, вот такой, как здесь у меня, он действительно небольшой, поэтому вполне может, эти методы могут использоваться. Первый метод – это использование гипохлорита. Это белизна, это вот эти растворы отбеливателей, которыми мы пользовались, когда делали искореняющую обработку. И эти же средства могут использоваться и для защиты от целого комплекса вредителей у капусты. Единственное, что ими надо не опрыскивать, а возьмите, пожалуйста, старые тряпки, пропитайте их неразбавленным раствором белизны этого отбеливателя, любого абсолютно, тут уже ни концентрация не важна, ни компонентный состав, лишь бы там был вонючий гипохлорит. И, пожалуйста, обработай, проложите вот эти тряпки примерно по одной тряпке на один квадратный метр ваших посадок. Ну, тряпки небольшие, ну как, ну вот, ну, пускай 30 на 30 сантиметров, вот такая вот тряпка в среднем примерно, потому что это могут быть старые штаны или рубашка или еще что-то. Смочите и разложите. Лучше всего, если вы это сделаете на ночь, чтобы раствор не очень быстро испарялся, а также все эти вредители в основном приходят ночью. Поэтому возьмите, сделайте вот такой вот прием, разложите, разбросайте эти тряпки по своему участку с капустой, и у вас все эти вредители у вас покинут ваши посадки, уйдут к соседям, которые этого не делают. Второе мероприятие, которое вы можете сделать, это то же самое пропитывание каких-то тряпок, ветоши и разбрасывание их по участку, но уже не белизной, не гипохлоритом, а вы можете взять скипидар. При этом вы можете взять не аптечный скипидар, а скипидар из строительного магазина, потому что даже присутствие некоторого количества нефтепродуктов, а их там на самом деле может быть до 50%, там скипидар для запаха, но нам запах и нужен. Поэтому пропитайте тряпки, конечно, соблюдайте технику безопасности, берегите от пожара, чтобы нигде там ничего не загорелось у вас, эти тряпки не загорелись, и точно так же разбросайте. Чтобы уменьшить миграцию вот этого самого нефтепродукта или скипидара в почву, если это живичный скипидар, то не страшно, он может мигрировать в почву, не беда, он там разложится. А если это нефтепродукты, то не хочется. Положите на кусок полиэтилена, положите на какую-то дочечку, ну, какое-то препятствие, там, на пластико кусок, чтобы оно не впитывалось. Тем более, если оно не будет впитываться в почву, оно будет больше и лучше испаряться, больше уйдет воздух, и тем самым в ночной период времени вы, можно сказать, изгоните этих своих вредителей. Если за один раз не получилось, в этом случае делайте это несколько раз подряд, и вредители уже не будут вас здесь беспокоить. Еще один очень хороший способ тоже отогнать отсюда вредителей с капусты, с крестоцветных овощей, также можно пропитывать тряпки таким препаратом, как ПСК. Дело в том, что этот препарат в процессе своего окисления на воздухе начинает выделять соединение серы, в том числе сероводород, который довольно-таки сильно подванивает, и является губительным и для паутиного клеща, и для многих-многих вредителей. Поэтому вы можете не опрыскивать вашу капусту, для того, чтобы опять же остатки этого препарата не попали внутрь. Хотя на самом деле капуста подхватит эти соединения серы, и я и другие блогеры очень правильно замечали о том, что капустные овощи наряду с луковыми, с чесноком, луком, являются весьма чувствительными к недостатку соединений серы. Так вот, препарат ПСК в том числе станет и хорошим поставщиком сернистых соединений для капусты. Если у вас очень сильная проблема с капустой, а он еще защитит, например, от мучнистой рассвет, от каких-то еще болезней, то в этом случае вы можете сделать обработку. В течение 4 дней этот препарат полностью разложится и уйдет на подкормку капусты сернистыми соединениями. Если же вы не хотите делать обработку, то сделайте 10% раствор этого препарата ПСК, то есть 100 мл препарата влейте в ведро воды, намочите тряпки этим раствором и также разложите. Тряпки будут подванивать сероводородом, не очень приятный запах, но это также очень хорошо изгонит целый комплекс вредителей с ваших посадок капусты. Что ж, используйте вот эти методы для того, чтобы победить крестоцветную бложку на посадках, чтобы победить капустную моль, чтобы победить рапсового мотылька, чтобы победить всевозможных белянок, прочих гусениц. Они отсюда уйдут, погибнут, покинут и не будут сюда бабочки прилетать, не будут здесь появляться для того, чтобы не сделать новых яйцекладок и не обогатить вашу капусту вот этим фондом вредителей. Что ж, надеюсь, этот безопасный и эффективные способы помогут вам защитить вашу капусту и другие крестоцветные растения, не нанеся урона ни растениям, ни своему здоровью, ни окружающей среде. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы, будьте счастливы. Здоровья и процветания вам и вашим огородам. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok